Психология, воображение. Воображение – это познавательный процесс создания новых образов на основе ранее воспринятых. Чем отличается от представления? Это одно из самых загадочных психических явлений. Нам почти ничего не известно о механизме воображения, его анатомо-физиологической основе. Воображение свойственно только человеку. Оно позволяет выйти за пределы реального мира, дает возможность еще до начала работы представить себе готовый результат труда. Воображение представляет собой изменения и преобразования человеком своих представлений на основе. Агглютинация – это склеивание различных в повседневной жизни несоединимых качеств, частей. Сфинкс у древних египтян. Человек и бык у ассирийцев. Кентавр у древних греков. Аэросани – русалка. Гиперболизация – мысленное увеличение или уменьшение предмета, а также изменение количества отдельных частей. Великаны, гномы, гулливер в стране лилипутов, многорукий Будда в индийской религии, драконы с семью головами. Схематизация. Отдельные представления сливаются, различия сглаживаются, а черты сходства выступают четко. Так создаются национальные орнаменты и узоры, элементы которых заимствованы из окружающего мира. Типизация. Создание нового образа в результате обобщения черт, наблюдавшихся у ряда сходных объектов. Онегин, Печорин, Обломов, Корчагин, Отелло наделены чертами, типичными для той эпохи, того класса, выразителями которых они являются. Заострение. Подчеркивание и усиление каких-либо отдельных признаков. Хитрость у лисы, трусость у зайца. И перенос этих признаков на другие объекты. Вождь племени хитер, как лиса. Карикатуристы выделяют самое существенное в образе, меняя пропорции. Пример. Болтун с длинным языком. Любители поесть с большим животом. Виды воображения. Первое. Пассивное, непроизвольное. Его образы возникают спонтанно, помимо воли желания человека. Пример. Сновидение. Активное, произвольное. Человек по собственному желанию, усилием воли, вызывают у себя соответствующие образы. Третье. Репродуктивное, воссоздающее. Это воображение на основе прочитанного или услышанного. Пример. Человек никогда не видел моря, но, прочтя его описание в книге, может представить море в своих образах. Третье. Продуктивное, творческое. Создание новых образов в процессе творческой деятельности человека. Пример. Булгаков, мастера Маргарита, фантастика Стругацких. К воображению также относятся галлюцинации, грезы и мечты.